Впервые за последние годы в бюджет Рыбницы и Рыбницкого района поступило средств больше, чем было запланировано. За 9 месяцев 2011 года местная казна получила 143 миллиона рублей, при уровне запланированных доходов 133,7 миллионов рублей. Такие данные были озвучены в ходе очередной сессии народных депутатов. Молдавский металлургический завод выполнил свои обязательства по сравнению с запланированными на 90%. При этом удельный вес данного налогоплательщика составляет 36,9% от общей суммы поступивших доходов. Рыбницкий цементный комбинат перевыполнил свои обязательства на 37%. За 9 месяцев текущего года расходы местного бюджета уменьшились на 25% от запланированного. При этом в общей сумме расходов 82,5% составили расходы на финансирование социально защищенных статей бюджета. Решениями главы госадминистрации совместно с депутатами Рыбницкого горосовета создана комиссия по изучению работы организаций и предприятий, которые снизили объемы производства и имеют долги по зарплате. На заседаниях комиссии заслушаны руководители 10 предприятий, допустивших наибольшую недоимку и задолженность по заработной плате, в том числе Рыбницкий насосный завод, Ульма, Монстромремонт, Забот ЖБИ и другие. Однако небольшой рост доходов еще не повод для оптимистических прогнозов. Особо радоваться нам нечем, так как мы смогли профинансировать в основном только социально защищенные статьи. Удельный вес, который составляет в общей сумме расходов примерно 83%. На комиссиях часто поднимается вопрос выявления скрытых источников, за счет чего можно было пополнить бюджет. В нашем регионе нередки случаи, когда один экономический агент платит налоги, а другой просто скрывает свои доходы. Когда речь идет о правах налогоплательщиков, то в основном стараются ничего не пропускать. А вот когда речь идет об обязанностях, то среди физических лиц есть такие, которые занимаются коммерческой деятельностью, но просто не берут патент. Кроме того, в ходе сессии депутат Виктор Маурер обратил внимание госадминистрации на слишком большую разницу в финансировании дорожного хозяйства в городе и районе – 84% и 16% соответственно. Для сравнения качества дорожного покрытия в городе и районе депутат пригласил местных чиновников приехать в село на личных автомобилях. Председатель Рыбницкого городсовета Вадим Лазовский заявил, что при принятии местного бюджета на 2012 год каждая статья будет проработана с учетом прозвучавших замечаний.